Жители Догомыса, которые пришли на встречу с главой города, реконструкцию Дома культуры называют не иначе, как его вторым рождением. Ремонта Дом культуры не видел несколько десятилетий. Сегодня здание капитально ремонтируют, меняют кровлю, красят фасад. Внутри здания тоже ремонт, но только текущий, косметический. Но это только пока, рассказывает Анатолий Пахомов. Мы постараемся, чтобы край нам помог. И такая возможность, оказывается, есть. Возможно, нам дадут еще деньги и на внутреннюю отделку, и мы ее сделаем шикарно. И тогда мы решим проблемы этого Дома культуры на много-много лет вперед. Во время ремонта ни одна из секций свою работу не прекратила, пока кружки на время переехали в 82-ю музыкальную школу. Всего же в Догомыском ДК занимаются более тысячи детей, и не только. Здесь постоянно работает более десяти различных кружков и секций, в том числе спортивно-цирковая студия, патриотический клуб и хор ветеранов. Кроме того, здесь базируется и реабилитационный центр. Вы знаете, хочется поблагодарить за что. Естественно, за то, что восстанавливается это все здание. И это очень красиво. Вы хорошо подметили, что возрождается наша культура. И скажу честно, когда я увидел, в каком состоянии он был до, и с каким рвением сюда идут дети, понимаете, они шли у них здесь, у каждого свои кружки. Начиная от спортивного, заканчивая танцевальными. То, что Дом культуры капитально ремонтируют, это не главная победа, считает Анатолий Пахомов. За свою полувековую историю здание сменило четыре собственника. Но ДК все-таки удалось вернуть городу, так же, как и здание фестивального. Немногие помнят, что на его месте планировали строительство нового концертного зала и двух высоток. Вернулся городу некогда отданный в частные руки клуб в микрорайоне КСМ. До конца года его отремонтируют. А Дом культуры юбилейный, новой жизнью живет уже три года. В рамках программы модернизации отрасли культуры его отремонтировали одним из первых. Полностью изменился не только фасад, но и внутреннее помещение. После ремонта желающих заниматься в современном здании стало еще больше. Мы набрали группу в юбилейном после ремонта. Сейчас мы занимаемся в замечательном просто зале, в балетном. Детишкам нравится. После ремонта все улучшилось, абсолютно все. И мы очень довольны, мы рады здесь работать. Всего же за последние несколько лет в Сочи по Олимпийской краевой целевой программам отремонтировали 16 объектов культуры. Это из знаковой для курорта зал органной камерной музыки, летней зеленой театры и дома культуры, в том числе в отдаленных районах города, в аулах Тхагапш и Калеш. Заканчивается ремонт в детской школе искусств в Красной Поляне. На очереди Дом культуры в Хосте. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин и Николай Тихонов. Телекомпания ФКТ.